Утро под серебряным дождём Наш партнёр Во-первых, мы должны им сказать, Тань, с тобой и с Романом Спасибо за то, что теперь мы не голодаем по утрам Те, кто смотрит трансляцию, уже отметили Что у нас сегодня на столе Что у нас? Сосиска в тесте Да, у нас ещё тут была ватрушка творожная И были творожные рогалики Но всё это было, потому что всё это уже На надёжном месте, как говорили в замечательном мультике В самом лучшем сейфе В самом надёжном И самом вкусном сейфе, конечно же Надо сказать, меня поразили рогалики Потому что я ещё удивилась Тут узнала, что, оказывается, рогалики Это такая традиционная советская Конечно, у меня мама их делала всю жизнь, когда я был маленьким А я нет, я уже позже родилась Поэтому я как-то не попадала на них, видимо, никогда У меня что бабушка, что мама В советские времена всегда делали рогалики Самыми разными начинками Они были с жемом, очень хорошо шли с орехом Но всегда они делались Как раз-таки из вот такого Они творожные назывались рогалики, потому что в детстве было с творогом И приятно, что у кул клевера Все они как раз-таки сделаны по классическому советскому рецепту Именно поэтому тесто немножко бесочное Вот этот сахар у тебя сверху Немножечко хрустит Ну и, конечно же, ватрушка Ватрушка просто гениальна Ватрушка потрясающая, кстати И самое главное, что мне нравится и в рогаликах, и в ватрушке Это же творог Это очень полезно И даже, кстати, выпечка из творога Это утверждено всеми вообще Она довольно полезная И причем тут стоит отметить, что за основу как раз-таки для ватрушки взяли классический советский рецепт И главное, это вкусная и сочная начинка Натуральный творог 5% Который компания производит на молзаводе мяснов хлебное Тесто на опаре готовится из простых и понятных ингредиентов Это пшеничная мука, молоко, сливочное масло, сахар, дрожжи, ванилин и совсем чуть-чуть соли В итоге ватрушки получаются пышными и румяными Подтверждаю, пышные и румяные И прямо чувствуется вот этот настоящий творог И его много, самое главное Ну, конечно, сосиска в тесте Ой, сосиска в тесте Это вообще, это опять же, вот школьные годы чудесные Это даже мы застали, мне кажется, это вечная вообще история Что это школьные годы? Мы сейчас, в общем-то, вот Роман не даст соврать Периодически, постоянно, когда заходим после эфира Так сказать, тоже покупаем ту самую сосиску в тесте Но давайте признаемся честно, эти сосиски вкуснее были, правда Потому что вот, что мне еще понравилось, тут сосиска чуть-чуть подкопченая И обрати внимание, тесто пышное Видишь, оно воздушное В некоторых местах сосиска в тесте напоминает Вот тесто, оно не пышное Клёклое Оно клёклое какое-то, да И ты не понимаешь, ты вот ешь Вроде как сосиску, там даже без хлеба Они с непонятно с чем, как будто обмотали во что-то А здесь как раз тесто пышное Так, если... Все это прекрасное дело мы запили напитком, который называется клеверти И если вы не знаете, что это такое, то спешим вам рассказать Что это на самом деле сыворотка молочная, смешанная с фруктовым соком И вот что мы уже ответили с Ромой, вот мы сидели, разговаривали в перерыве Такие штуки продавали раньше, мы их пробовали, они всегда были дико сладкие Кажется, что не очень натуральные А вот это вот прямо чувствуется настоящий сок Причем очень насыщенный, прошу прощения Очень насыщенный Но смотрите, утверждается, что в клеверти не используется восстановленная сыворотка Напиток сделан из цельной молочной В ней содержатся ценные белки, альбумины и глобулины Они сохраняются в неизменном виде, поскольку их не сушили И не подвергали дополнительной термической обработке Альбумины и глобумины очень быстро усваиваются И укрепляют иммунитет, поскольку содержат все незаменимые аминокислоты Плюс клеверти-напиток с практически нулевой жирностью 0,3% всего Ой, вот это вообще классно Мне кажется, еще это детям очень приятно давать по утрам Потому что они же любят что-то такое сладенькое Какой-то вот этот, ну сок концентрированный, не хочется им наливать А это и полезно, и вкусно Еще и цвет у него такой яркий, мне нравится И ты знаешь, если я не ошибаюсь Вот напитки на молочной сыворотке Хорошо идут в том числе на голодный желудок Потому что мы с тобой знаем Апельсиновый сок, особенно свежевыжатый, на голодный желудок нельзя пить Потому что он кислоты сидит Здесь за счет того, что использована именно молочная сыворотка в основе Он нормально воспринимается пищеварением Впрочем, довольна, Татьяна Мы с тобой разрекламируем Наших слушателей уже потекли слюни вовсю Но мы должны напомнить о конкурсе Потому что уже в пятницу Мы презентуем еще 4 корзины С этими продуктовыми наборами А для того, чтобы стать счастливым обладателем этой корзины Нужно зайти на сайт Silver.ru Увидеть там красивый большой баннер Не промахнетесь Баннер выведет вас на специальную страницу Где нужно будет указать Да, простите, свои координаты Чтобы мы могли с вами как-то связаться Если вы вдруг стоите победителем Но вы просто можете оставить там Свое признание в любви еде Какому-то продукту может быть Задача-то вроде бы простая А покреативить надо Но, да, когда ты начинаешь задумываться И что-то воображать И представлять, и признаваться Не все так просто Вот, например, ватрушки признайтесь в любви Замечательно Или сосиски в тесте Вот нам из трансляции пишут А в Дубае сосиски невкусные Бяка Постоянно слушается Таня Написал Ну вот Я надеюсь, что вы как-нибудь приедете в Москву Обязательно в Кул Клевере Приобретете вот эту вкусную Сосиску попробуйте В общем, присоединяйтесь к нашему конкурсу Он продлится еще Несколько недель Проводит его радиостанция Серебряный дождь Совместно со своими Старыми, давними друзьями Компанией Кул Клевер Через несколько минут После небольшой музыкальной полосы Мы будем рады приветствовать В нашей студии Не менее вкусного гостя Тимофея Федосова Потому что Он, конечно, нас Тимофей не накурит Он уже, собственно говоря, в студии Тимофей, доброе утро Доброе утро Но я знаю, что От вас всегда исходит Приятный такой аромат И вот ароматический вкус Мы будем прививать В том числе вам Уважаемые слушатели Буквально через пару минут А почему вы считаете С утра саундтрек Фильм Балабанова Под наши новости Как раз и идет Самое то Да, софа-софа Под нашу жизнь идет White noise Называется эта композиция Мы рады приветствовать В нашей студии Пилота-парфюмера Тимофея Федосова Тимофей, доброе утро Еще раз Доброе утро Тимофей, у меня сразу Есть такой вопрос Мы сейчас говорили о еде А есть ли какие-то Нотки или ароматы Которые в человеке Будут пробуждать аппетит Есть даже Ну вот Как их называют Эти Феромоны Мракобесы Которые Людей лечат С помощью эфирных масел Ароматерапевты Они Прямо Какую-то группу Эфирных масел Выделяют Насколько я помню Это анис Это апельсин Ну вот Большинство цитрусов Которые Вызывают у тебя аппетит Но я бы сказал Что все В целом Гурманские ноты Было одной группой Маркетинговой Проведено исследование Они в кинотеатрах Распыляли аромат Печенья имбирного И это повысило продажи На тысячу процентов Самого имбирного печенья Бара Вот в баре То есть попкорн И напитки брали Сильно больше Вот с этим ароматом Чем без него Так владельцы кинотеатров Вы поняли Как повысить посещаемость И главную выручку Распыляйте соответствующие Ароматы в залах Перед просмотрами А еще лучше В общественных зонах В районе бара Да-да-да Можно вот прям Проследить путь Как к вам обычно люди идут И этот путь Ароматизировать С помощью вот Этой определенной композиции Кажется, этим способом Уже лет так сто Пользуются все булочные Обратите внимание Они двери открывают Они двери всегда открывают Или шашлычники И вот ты чувствуешь этот аромат Все, ты мимо пройти уже не можешь Ну вот, да Ты идешь Слышишь, что пахнет шаурмой И тебе сразу хочется шаурму Это вот автоматически работает Это наши нейронные связи И мы совсем ничего не можем А это только с едой работает Или может быть Я не знаю Вот с чем-то аромат ассоциируется И ты вот идешь И вот слышишь в очередной раз И тебе хочется чего-то Например, чем у тебя этот аромат И нейрон в мозгу такой Тебе бам Надо это сделать Да, да, да Но мы с вами, по-моему, уже говорили об этом Что альфакторное восприятие человека Оно очень-очень сильно связано С лимбическим центром Это часть мозга Которая отвечает за эмоции И за память как раз таки Соответственно Вот Ну, помимо того, что Она, во-первых Это система альфакторного восприятия То есть наше обаяние Ближе всего Так оно еще и больше всего Неейронных связей создает Соответственно Это чувство Оно Ну вот И у нас с точки зрения Создания каких-то эмоций Очень сильное Поэтому я думаю Что сто процентов Какие-то привязки создаются Но мне кажется Что больше чем К каким-то вещам Что тебе будет чего-то хотеться К местам Ну то есть Вот у меня лично так Что я иду Какой-то аромат Слышу И это либо человек При том, что он мог даже Этот аромат не носить Просто вот у меня Ассоциация такая с ним Либо это какое-то место Я был в путешествии Или какие-то Мои повседневные У меня скорее Кстати со временем Это вот Я просто Допустим Не знаю Слышу парфюм Который носила Допустим в школе И вот Меня прям вот Переносит в то время Вот это такая Ностальгия начинается Ностальгия тоже Очень часто бывает Да Кстати Или я слышу там Парфюм Который мама моя носила Когда я маленькая была И вот теперь вот я просто Вот Все мне нужен этот флакон Просто чтобы вот он стоял у меня Бывают обратные реакции У меня был парфюм Очень-очень неплохой Который нравился моей супруге Но только до того Как она забеременела Потому что во время беременности У нее нотки этого парфюма Начали вызывать Ну просто вот Стойкие неприятные Так сказать рефлексы С тех пор мне пришлось Выкинуть этот парфюм Несмотря на то что мне нравится Потому что Даже сейчас ребенку 9 лет А тем не менее Вот за все 9 лет Вот как я воблю Все Невозможно Ну Во время беременности Я бы вообще порекомендовал В доме исключить Все какие-то ароматические Стойкие Запахи очень Ну во-первых Эфирные масла Все-таки очень аллергенная штука Даже если Ими просто дышать А я знаю Что многие мамочки Любят Там своего Полуторагодовалого ребенка Там натереть Каким-нибудь маслицем Чтобы он не болел Но нельзя этого делать Детям до 3 лет Это вообще противопоказано Всеми врачами Ну и во время беременности Соответственно Тоже нежелательно Во-первых Потому что Меняется Альфакторное восприятие Ну вот Как у вас Собственно Случилось Вот у нее связка Появилась негативная И она от нее Вряд ли уже сможет избавиться Опять же Потому что Это очень сильная эмоция То есть это как В голове засело И все Такое будет сидеть А избавиться от нее Невозможно? Может быть Каким-нибудь Противоположным ароматом? Противоположными нотками? Анти-альфа Парфемерный антидот Антидот какой-то Ну честно Не знаю Нет такого конструкта Что есть противоположные ароматы Ну Там Те которые Друг напротив друга В ароматическом колесе Находятся Но это не совсем так Не совсем работает так Как например С цветовым кругом Когда мы там Можем какие-то цветовые схемы Друг напротив друга выбирать У нас ароматическое колесо Просто для облегчения восприятия И классификации какой-то Плюс 7903 7976 333 Таковы координаты прямого эфира Если у вас есть какие-то вопросы А вопросы у вас Они уже есть Да Потому что уже начали Сразу приходить Сразу как говорят С ноги просто зашли Тут Александр Кричит Спросите пожалуйста Тимофея Чем заменить эксцентрик Молекулы четвертая Очень цена стала кусачей Цена кусачей молекулы Мне кажется Была всегда Ну и это такой бренд Который уже Очень сильно устоялся В головах И все-таки Их композиции Они такие Ну то есть Вот прям сходу Не могу Замены придумать Я вот Последнее время Очень сильно топлю Уже сегодня Ее упоминал За аквадепарму Просто они у них Очень легкие Вот эти вот Одеколоны Которые могут Как раз служить Подложкой аромата И одеколоны У них вполне По цене Ну то есть Это не стоит Каких-то космических денег Ну это более-менее Вменяемо Вот Лена из Москвы Нам тоже написала Что хорошо бы еще Чтобы ароматерапевты Предупреждали О вреде эфирных масел Не только для детей Но и для животных Потому что животным Тоже Ну у животных Наверное Действительно Более такое острое Чуткое восприятие Поэтому они ароматы Чувствуют по-другому Другое Потому что мы у них Спросить не можем Они не отвечают Как-то особо Как они относятся К кому-либо иному запаху Ну наверняка Но если бы поставили Диффузор И ваша кошка Или собака Начали сильно чихать Задыхаться То наверное Лучше его убрать Да Ну вот Простите Мы на своих продуктах Всегда пишем О том Что эфирные масла Это аллергенный продукт Что Если вдруг Начинают возникать Какие-то неприятные ощущения Нужно прекратить Использование А если они еще усиливаются То мы прям Рекомендуем Сразу звонить В 112 Но это тема Такая серьезная Потому что Там сначала Это неприятно А ночью отек к улинке Ну конечно Элергические реакции А бывают Какие-то парфюмы Прям вот Которые не вызывают Никакой аллергии Может быть На синтетических маслах Тем же самым Вот например У Прада Самый первый парфюм Который они выпускали В 90-х По-моему В годах Уже даже не вспомню С полосочкой с такой Возможно Да Вообще у них сейчас Все ароматы Они из синтетических ингредиентов И синтетические ингредиенты К ним конечно Больше спроса Вот по поводу Их аллергенности Очень много В 80-е В 90-е Когда аллергены Начали вообще Изучать Серьезнее Очень много Компонентов запретили Собственно Вот поэтому В начале 2000-х Там пришлось Много Ароматов менять Например Вот один из слушателей В один из прошлых выпусков Говорил что Какой-то аромат Вот 10 лет назад Он был Один И он ему очень нравился А потом он поменялся Скорее всего Просто потому что Какой-то компонент Не прошел Вот этот аллергический Тест Тест Ну а по стойкости Если мы будем сравнивать Парфюмы Сделаны на натуральных И синтетических компонентах Они идентичны И вообще сейчас Что-нибудь делает Кто-нибудь использует В парфюмере По-прежнему натуральные Эфирные масла Вот конечно Да Но это в основном Премиум Какой-то Даже вот Нишевый Люкс Сегмент То есть Это парфюмы Дороже 15 тысяч рублей Хотя Конечно Ну в любом случае Стоимость парфюма Именно непосредственно Сама ароматическая композиция Это ну вот прям Самый минимум Потому что в основном Деньги все тратят На что? На флакон, на упаковку И на маркетинг На бренд, конечно Конечно Да Я бы сказал По своему опыту Что синтетические компоненты Все-таки более стойкие Чем натуральные Более стойкие? Да Хотя казалось бы Хотя казалось бы Да синтетически Мы ожидаем от них Что-нибудь менее стойким Поскольку Не из натуральных компонентов Сделано Ну опять же Синтетика Это не то, что придумал человек В основном Это какие-то существующие молекулы Например Части эфирных масел Которые извлекают Или из там Бензоина Или нефтепродуктов Там Углеродное кольцо Это разрывает И собирает его заново В лаборатории То есть По сути Это как бы Чисто технический Натуральный компонент Так или иначе Ну просто потому Что эта молекула Существует в природе Однако вот способ ее получения Из-за того, что Мы как бы Должны принести Какое-то сырье В лабораторию Там с ним какие-то Произвести манипуляции Называем его Синтетическим А вот кстати Начали мы вот об этом Вот уже говорить Про молекулу В частности Есть ли какие-то бренды Сейчас Которые на ваш взгляд Слишком переоценены И не стоят там Своих денег И того огромного внимания Которое им уделяют Ну я всех своих коллег Взяли завод Тушите свет Слушают Оно как-то интеллигентно Действительно Тимофей абсолютно прав То есть вот когда Мы там говорим Про какой-то Дурной парфюм Ой, очень дорогой парфюм Точнее Про него дурно Говорить, что мы его нюхаем Бизнес новости Под серебряным дождем Это утро под серебряным дождем И в гостях у нас Тимофей Федосов Пилот парфюмер Плюс 793 7976333 Таковы координаты Прямого эфира Ну что, может быть поговорим О культовых парфюмерах Современности Как вы? Конечно Можем, да Очень много Ну я предлагаю еще Небольшой интерактивчик Сразу запустить Чтобы потом Набрать сообщений Конечно Вот тут у нас Тимофей сказал Что может подобрать Сейчас для наших слушателей Какой-то парфюм Если им это надо Исходя, например Из их сферы деятельности Или там Пола, возраста Каких еще характеристиках Место обитания Да-да-да Давайте мы попробуем Это сделать Тем более, что сейчас зима Новый сезон И это, конечно Будет очень кстати Для многих Так что пишите Свои запросы Давайте Прямо четкую инструкцию дадим Вы нам пишите что? Вы нам пишите Ваш возраст Ваш пол Ваш сфер деятельности Или интересов И ценовую категорию Ну то есть бюджет Плюс 7903 7976 333 Напишите А мы вам подберем Идеальный аромат Да И думаю о бюджете Пожалуйста помните Курс доллара сейчас Не маленький И поэтому собственно А мы с Татьяной можем задать Лучше в долларах А мы с Татьяной можем задать Чтобы нам такой же Какой-нибудь парфюм Ну Татьяна женская В нее мужской Профессия известна Может быть унисекс Да Может быть унисекс Да кстати тоже Для радиоведущего Какой можно составить композицию? Для радиоведущего Какой можно составить композицию? Булочка с сосиской Булочка Не надо Этого композиции У нас За эту композицию У нас отвечает Кул Клевер Да не надо Мы все-таки Про парфюм сейчас Про ароматы больше Вообще, по-моему, что-то я вам уже советовал И много раз Но я уже, наверное, не вспомню это Прям так сходу Ну, я бы на Татьяну примерил Что-то типа Бон Витивер от Essential Parfums Попробуйте Он древесный, может вам показаться сначала странным Но мне кажется, он вам Близко сядет к телу Интересно А вам, Андрей Так А вам бы я посоветовал Аква Депарма Роза Нобайл Нет, не Роза Нобайл, другой немножко Синенький Это, по-моему, Аренсиат Что-то такое Он легкий такой, достаточно летний Роза Нобайл Это очень тяжелый Розовый, цветочный аромат Шлейфовый Я думаю, что вам будет интересно Потому что я в последнее время начал экспериментировать Часто носить, ну, такие стандартные женские ароматы Про мисс Диор Я тоже об этом рассказывал уже И мне очень нравится И мне все делают комплименты всегда Ну, то есть это такой Немного диссонанс происходит Когда мужчина носит что-то такое Сладко-цветочно-воздушное Но это даже добавляет какой-то маскулинности и сексуально А я знаю кучу женщин, которые увлекаются парфюмом Так вот, они практически никогда вообще не делят парфюма на мужские и женские Они мужские носят так же активно А мужья на них обижаются за то, что они у них постоянно таскают Ну, я думаю, что классификация гендерная Она все-таки уже точно изжила себя Ее, во-первых, не было никогда Ну, то есть это все скорее пришло с каким-то народным массовым потреблением А когда мы говорим про зарождение парфюмерии Там разделения на женскую и мужскую Ее никогда не было То есть все равно делали ароматы И потом для кого он подойдет, пусть лишают сами люди Так, сразу нам накидали Ну, смотрите, да Наш пошло полторы минуты Двадцать два новых сообщения Вот сразу же двадцать два запроса Я не знаю, за полторы минуты Давайте мы немножко все-таки про культовых, наверное, современных парфюмеров скажем Да, а потом уже перейдем к интерактиву Потому что мы сейчас здесь тогда закопаемся еще на полчаса, на полтора Кого бы вы отнесли, вот именно, если мы говорим о парфюмерах все-таки современных Ныне живущих Да Кого вы выделили? Ну, давайте начнем, наверное, с того, что вот современная парфюмерия И самое громкое в ней имя, известное многим людям, это Францис Кругдян Ныне креативный директор парфюмерного направления дома Кристиан Диор Должность, которую я когда-то мечтал занять Все еще впереди, Тимати Это французский парфюмер армянского происхождения Почти, считайте, наш соотечественник И вообще, ну, довольно много людей в последнее время из вот кавказской тусовки стали талантливых Стали появляться на публике В частности, вспомним Дэмну Гвасалию Это креативный директор дома Баленсиага, он из Грузии Францис Кругдян создал, естественно, свой бренд И самый популярный его аромат Руж, Бакара Руж 540 Да Про него вспомнил Нарцис Родригес Форхэр Один из моих любимых женских ароматов в категории вот люкс Это очень отличный аромат Он его создатель Доминик Рапион очень закрытую жизнь ведет этот человек Ничего мы о нем не можем знать У него есть одна книга «Записки парфюмера», которую я пытался прочитать Которую читать очень сложно Потому что это просто отрывистые мысли обо всем Больше он, ну, то есть я думал, что он там будет писать про профессию Нет, он больше пишет про свою жизнь и про свой взгляд на нее И как он из этого, как бы, вносит в свою работу коллективы Поток сознания это обычно называют Да, да, да И это, наверное, довольно интересно Просто мне нужно немного дорасти И он все-таки эту книгу писал, когда ему 60 лет было А мне до этого еще далеко Вот лет в 40 я ее все-таки, наверное, возьму в руки Переосмыслить, так сказать Точно Фредерик Маль Не парфюмер, но тоже очень известное имя Создатель бренда Фредерик Маль Парфюмс Что он сделал такого? Хотя он даже, как бы, химиком не является И аромат сам не мешает Но Он вообще родился в семье В которой все были связаны так или иначе Либо с модой, либо с парфюмерией Мама у него, по-моему Я, отец у него парфюмерный химик Работал в лаборатории всегда Да, дядя у него был парфюмером И он у них подрабатывал подмастерьем А потом учился в одном из топовых университетов Типа Гарварда или Оксфорда На маркетинге И в какой-то момент он, там, в конце Середины 90-х он решил Чуваки, все, что мы сейчас делаем Это какой-то бред Это все фигня Да Я сейчас вам покажу, как надо И показал Он пригласил несколько своих знакомых С которыми познакомился вот за время работы в этой сфере И они создали линейку из 12 изначально ароматов Сейчас их, по-моему, больше 30 Которая просто взорвала мир Ну, то есть критики были в шоке С того, что можно было такое сделать И с того, что кто-то сможет это носить А сейчас нам кажется Это довольно обычным Ну, тривиально А что им было такого уникального? Мне просто вот думается, да Ну, вот все ароматы давно известны Да, там, древесные нотки, корица Что-то там более солнечные нотки А что ж такого он уникального создал? То, что все удивились А как вообще Он какие-то компоненты Несочетаемые Умудрился между собой соединить? Или создал более стойкий аромат? Тот, который на коже по-другому раскрывается? Ну, это еще к вопросу А слушать и нюхать Нот-то тоже 7 у нас Ну, как бы да Вот тут то же самое То есть Ну, все перебрать Все Сочетания ароматических композиций Будет невозможно Ну, они немножко поработали Вот на этом Оксюмароне На вот этом сочетании Несочетаемого И у них это Очень хорошо получилось То есть Помимо того, что это приятно звучит Это необычно Всегда То есть Прям вот Ты никогда этого не слышал И это очень хорошая эмоция Для современного парфюма И я такого еще не слышал Отлично Отлично Ну, и девушек, наверное, стоит тоже упомянуть Конечно Да, ладно Вспомним то, что вообще первый парфюмер Во мире Первый химик в мире Это женщина Месопотамская По имени Тапути У нее очень интересная история О которой мы ничего не знаем Советую слушателям Зайти в интернет И немного почитать об этом Еще из женщин современных Это, конечно же, Калис Бекер Которая создала Жадор от Диор Она тогда вообще была Очень-очень молодой девушкой Ей было в районе 32 лет Ну, то есть Люди обычно Для таких брендов Создают ароматы В 45 В 50 Ну, то есть С какими-то уже состоявшимися С опытом Да А тогда Ей вот повезло Стать частью этого Создать собственный аромат от Диора Будучи такой вот молодой девушкой Чем она, конечно же, до сих пор гордится И Шанталь Рос Это француженка Там ее регалии И количество ароматов Которые она собрала Для Жан-Поль Готье Для... Создала опиум От Саинт Лоран Это ее? Это она Дарья Гордеева сейчас где-то Улыбнулась Потому что это ее любимый партнер Шанталь Рос Вот до сих пор жива Надеюсь, еще проживет И порадует нас Своими творениями Ну, а если мы говорим Про Про российских Про наших Современных То... Тимофей Федосов От первого В первую очередь Как бы Сам себя не похвалишь Никто не похвалит Конечно Это раз Два Есть у нас Такой, наверное, лидер сейчас Парфюмерных Промышленностей Ну, именно вот Таких Я так скажу Хороших Не говорим про Новую Зарю И ребят, которые там работают Которые, безусловно Наверняка, талантливые Шипер наше всего Да И одеколон Саша Тройной Тройной, да Только не пить его, главное Это Ярослав Симонов Создатель Ну, вместе там Со своим коллегой Костей Шиляевым Покошима Это бренд очков Который решил делать Парфюмерию У них отлично получилось Правда У них сейчас всего Четыре аромата По-моему Или пять Но очень классные Глубокие Ярослав учился В той же школе В которой я проходил курсы Это Грасский институт парфюмерии Он кандидат Химических наук Замечательный человек Всем советую С его творчеством Познакомиться И он очень часто Тоже дает передачи Которые я С удовольствием слушаю Он Безумно интересно Про это все рассказывает Так что Если вам интересно Советую Вот посмотреть его лекции Отлично Ну что ж, Тимофей Перейдем Готовы? Я к интерактиву Я не буду говорить Количество сообщений Ладно? Чтобы вас просто Не смущать сразу Давайте попробуем Я подумал Может быть Мы сделаем какой-то Блиц То есть Вы мне будете просто читать А я буду первое Что мне в голову Ну быстро Наверное так и сделаем При том что я Не особо много всего знаю Поэтому могу Наверное повторяться Давайте так сразу Вот Антон нам пишет Фотограф В 42 года Бюджет Бюджет 7-10 тысяч рублей О Бойс Империал Essential Parfums 8 тысяч рублей Николай 32 года Стоматолог Бюджет приблизительно 50 тысяч рублей Рожа Parfums Сразу же Любой Вот след Калининград Женщина 43 года Генеральный директор Торговой компании Лартизан Парфюмер 26 Тендер Пая Елена Москва 46 лет Реклама И маркетинг Диапазон 5 тысяч 12 тысяч Реклама И маркетинг Торхайр О, классно, кстати Потом хороший Елена Москва 55 Главный энергетик Томас Космала Номер один Сразу Мужчина 40 лет Снабжения Техническое обеспечение Общепита Хобби Хоккей Бюджет 10 тысяч Зелинский Leather Sandalwood Эмбер 43 года Мужчина Занимается Перекупом Автомобилей Ну, смотря Каких автомобилей Ну, будем все Хорошие вопросы Хороших автомобилей Да Не те, которые Взрываются у нас В Москве Федерик Маль Portrait of a lady Анастасия Послезавтра 33 года Бизнес-аналитик Живу в Санкт-Петербурге Бюджет 10 тысяч рублей Шапарт Роуз Сельюке Я думаю Юленький Фотожурналист Мы, в принципе, ответили Думаю, подойдет Аналогично, как и фотографу А вот 60 лет Женщина-репетитор Для дошкольников 15 тысяч Кинзо Ривлотос Вот смотрите Дама 56 лет Работа с людьми Люблю Альдегиды Современные Ландыш и Жасмин 10 тысяч рублей Оксана Между люксом И нишей 50 на 50 Хочет Альдегиды Ну и сразу Когда про Альдегиды Сказали Я вспомнил Сональ номер 5 И хотел предложить Красную Москву Соответственно Ну это не шутка Не шутка То есть Во-первых Ее сейчас никто Почти не носит Во-вторых Она вызывает Прям бурю эмоций Потому что Это и что-то знакомое И что-то непонятное И родное И далекое В общем Попробуйся Ради эксперимента Подберите То есть Все-таки Альдегиды И Красная Москва Это очень хорошее Школьница 13 лет От 5 до 10 тысяч рублей Людвига Из Зеленограда Вот Тут с именем Мне кажется Сразу же Да Ну просто Школьница Понятно Но тут как бы Стоило наверное Добавить круг Каких-то интересов Тогда было бы проще Ну давайте Я посоветую тоже Кензо Солейли О хороший парень Да я знаю Кензо да Андрей из Москвы 37 лет Мужчина Работаю портным Эстет Бюджет 7-10 тысяч Погода 12 предложить Монталь Ут Табака А давайте Перейдем В другой ценовой диапазон 57 лет Врач-онколог Бюджет 200-300 Рожа парфюм Сто же самое Вот сразу же Тут проще Да с этим бежать Слушайте 300 тысяч Ну вот Просто нет Других Как бы Вот Я Я могу до 50 Как бы Придумать До 70 Даже могу Придумать Вот если Больше 70 У меня только Один бренд А он действительно Того стоит? Вот простите За такой Банальный вопрос Ну конечно Коробка из красного Дерева Флакон Из там Какого-нибудь Императорского Японского Японского Хрусталя Которые Песок Для которого Украли У африканского Шейха Ну Да Он Стой А по зап По аромату Простите Я Держится 4 года Никогда Таких денег В руках Не держал Откуда Мне такие парфюмы Один парфюм Я слушал У них Мне понравился Но я не могу Сказать Что это Прямо что-то Вау Но Просто если Вы идете На светский Вечер И вам нужно Доказать Что вы тут Самый лучший А люди Эти ароматы Знают точно Рожу парфюма Узнают люди Знающие Однозначно Сразу же Определят Отлично Ася 32 года Водитель Трамвая Диапазон 50-70 долларов 50-70 долларов Ну в принципе Если в Америке Водителем Трамвая То там можно Подобрать За 50-70 долларов Купите Себе Маленький Парфюм Essential Парфюм Маленький Ну да Там 10 миллилитров Какой-нибудь Бойс Империал Подберите Пожалуйста Парфюм Для женщины 55 лет Работаю Риэлтором И очень Много Приходится Общаться С людьми Бюджет До 20 тысяч рублей До 20 тысяч рублей Монталь Прити Фрути Прити Фрути Отлично Да Давайте прервемся Потому что 40 с лишним уже сообщений На все ответить не успеем Вернемся через пару минут Это утро Под серебряным дождем Пара минут у нас осталось Чтобы как-то Удовлетворить Потому что мы не сможем Кого успеем Того успеем Ребята Больше полусотни Слишком вас много Даже блиц Почти не думаю Но это Эмоциональное восприятие Все равно Давайте вот Наталье поможем 45 лет И чар-директор Бюджет есть? Нет Байреда Блэк Сафрон Светлана 47 лет Юрист Руководитель Горные лыжи Активный отдых Рисование Люблю не тяжелые Скорее легкие С элементами фруктов Цветочные Из постоянных Лейкон Бэнхер Бюджет до 1000 долларов Хороший бюджет Зелинский Эппл Лотос Вот вам Пожалуйста Женщина 45 Успешный Риэлтор Не могу найти Замену Эрмес Галоп Любимый аромат Сложно сказать Потому что Не знаю Эрмес Галоп Знал бы А вот Просит Найти что-то Похожее Посмотрите В интернете Это плохой совет Но тем не менее Там часто Попадаются Хорошие советы Аналог Потрясающего Лотос От Мот Эт Лен Есть что-то похожее Упоминали его Кензори в лотос Кензори в лотос Валерия 46 лет Менеджер в компании По производству кормов Для собак и кошек Активная И позитивная Любимый аромат Байя Дольче Габана Буду благодарна За рекомендацию До 10 тысяч рублей Шапард коллекшн Кедр Малаки Давайте уточним Для нашей Людвиги Потому что она уточнила Занятия Свои Она занимается Конным спортом Джигитовкой Фланкировкой Создала кавер-группу Кей-поп в Зеленограде Где танцуют Классные хореографы Ох, Людвига Какой Кей-поп, да? Хороший у вас запрос И хочется вам что-то Знаете, что вам нужно? Вам нужен Маскина Маскина Той-два Маскина Хорошие Да, кстати Классный аромат И помню Был такой вот аналогичный Но не Той-два Либо вот такой, как Для Людвиги И все У них есть ароматы В форме Типа как Прыскалки для стекла Моющего средства Маскина? Маскина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова